Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов выступил с ежегодным посланием Народному собранию Карачаева-Черкесии. Он сообщил об основных результатах деятельности за 2023 год и задачах органов власти всех уровней на текущий год и ближайшую перспективу. Подробнее Артур Мхце. Ежегодное послание главы региона Народному собранию – своего рода лакмусовая бумага, происходящих в Карачаево-Черкесии изменений, что уже сделано и что необходимо выполнить в ближайшее время для развития различных сфер деятельности и улучшения жизни населения. Во Дворце культуры, где должен был выступить Рашид Темрезов, собрались представители законодательной и исполнительной власти в республике и муниципальных образованиях, руководители силовых ведомств и общественники. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что президент России Владимир Путин обозначил конкретные цели и задачи во многих сферах. Если еще пару лет назад развитие республики было сосредоточено на обеспечении стабильности, то теперь речь идет о разработке долгосрочных стратегических решений в экономике и социальной сфере. За минувшие пять лет нам действительно удалось добиться ощутимых, позитивных изменений, улучшения качества жизни наших граждан. Но главное – это не цифры, не масштаб преобразования, а социальное самочувствие наших граждан, которое включает в себя чувство гордости за свою страну, за свою родную республику. Одна из главных на сегодня тем касается специальной военной операции и оказания всесторонней поддержки как ее участникам, так и членам их семей. Глава Карачаева-Черкесии рассказал о работе, которая ведется в данном направлении. В частности, о принятых на законодательном уровне мерах и о роли, которую играет в регионе филиал Фонда защитников Отечества. В первые дни специальной военной операции мы ведем развернутую систему социального сопровождения участников спецопераций и членов их семей, что является важнейшим направлением деятельности правительства и единого республиканского штата. К концу 2023 года по итогам встреч всеми военнослужащих сформированы и были приняты дополнительные меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Большое внимание Рашид Темрезов уделил социально-экономическому развитию региона, строительству объектов различного назначения, совершенствованию туристической отрасли, обеспечению населения работой, а также энергоресурсами, газом, водой, электроэнергии. Затронул глава республики и такое направление, как развитие транспортной инфраструктуры. В прошлом году в Карачаево-Черкесии отремонтировали 71 участок дорог регионального, муниципального и местного значения, общей протяженностью более 90 километров, а также 5 мостов. Закупили около двух десятков современных автобусов. Большинство из них уже отправились по востребованным маршрутам Черкеска. Одной из мер поддержки дорожного хозяйства республики явилось использование специального казачейского кредита, который позволил досрочно приступить к ремонту автомобильных дорог в Кисоводск-Карачаевск-Семеновке. Я ведущий туристко-репрессионным зонам протяженностью в 26 километров. Здесь я опять, возвращаясь к стройкомплексу, хочу обратить пристальное внимание, брат Олегович, на качество исполнения дорожных работ, строительных работ. Глава Карачаева-Черкесии рассказала о том, что сделано в регионе для увеличения продолжительности жизни населения и обеспечения людей мерами социальной поддержки. Так, реализуемые в рамках проекта «Демография» мероприятия уже позволили значительно сократить общую смертность, при этом сохранив ранее достигнутые показатели рождаемости. В республике сегодня действует более 30 мер социальной поддержки льготных категорий. Увеличены размеры выплат при рождении детей, а также компенсации от стоимости обучения для ребят из многодетных семей. Самое главное, что это всё нам помогло сохранить уровень рождаемости нашей республики и самое главное, обеспечить естественный прирост населения. А сегодня, в первичайной церкви, естественный прирост населения. Образование, здравоохранение, спорт, культура. В своём докладе Рашид Темрезов детально остановился и на каждом из этих направлений. Так, по поручению президента России, уже в ближайшие месяцы будет начата реконструкция здания Республиканского драматического театра. Масштабные работы ожидаются в Черкесске и в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 200-летия региональной столицы. Не была забыта и молодёжная политика. Тем более, что нынешние молодые люди готовы и хотят активно участвовать в жизни Карачаева-Черкесии и развитии всех сфер деятельности в регионе. Пользуются повышенной популярностью такие важные и масштабные проекты, как Высокогорный форум «Махар», «Молодёжь России», «Регион для молодых». В ближайшее время появится в республике и молодёжный парламент. В завершение послания глава Карачаева-Черкесии поблагодарил представителей Народного собрания и правительства за совместную работу и поддержку тех инициатив, которые в конечном итоге помогли и помогают республике планомерно развиваться, совершенствовать все сферы деятельности и создавать комфорт для населения. Рашид Темрезов выразил уверенность, что любовь к родной земле и забота о людях позволят и дальше успешно преодолевать возникающие трудности и вызовы времени, обеспечивать достойную жизнь всем гражданам. Артур Макцелебастанов, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.